Смысл жизни Ну, во-первых, что значит смысл жизни? Смысл жизни у всех людей должен быть один и тот же, в конечном счёте, особенно с крестьянской точки зрения. Он один, поэтому нет разных смыслов у Иоанна, Петра и Исидора. А, наверное, вопрос здесь о другом, скорее всего. Как, в смысле, найти свой путь этой жизни? Может быть, вот так? Тогда это становится вопросом понятным. Как его найти? Это другое совсем. Ну, и если отвечать на этот вопрос, то что же? Надо отметить следующее тогда. У человека есть такая способность, мечтательность. Некоторые настолько увлекаются, что это невозможно. У меня одна знакомая женщина, которой я сказала, что мечтать всё-таки, вы знаете, ну, это же нехорошо так жить. Она говорит, что я не могу! Ну, что вы, мечтать так интересно! Ну, вот тут после этого я всё, я уже сдался. Тут же ничего не возразишь, естественно. Так вот, беда в том, что мы часто мечтаем вместо того, чтобы рассудить. И вот это мечтание, мечтание особенно о том, как если бы я вот, не если бы, вот таким бы я мог, таким бы я хочу, такие-то у меня возможности мечтательные. И здесь мы тогда допускаем подчас тяжёлые и роковые ошибки. Что требуется, чтобы действительно найти истинный путь этой, этой своей темной жизни? Нужно, насколько это возможно, насколько хватит у человека ума и, я бы сказал, что ли, ну, бесстрастия, что ли, определённого. Объективно посмотреть на себя. Ну, каким же ты хочешь быть солистом, когда ты до отре отличить не можешь? Ну, посмотри на себя! Кстати, я это привожу, почему пример. Я долго пел в хоре, и были случаи, когда подходили и просились тоже на клирос. Причём, когда начинаешь их проверять, они действительно до отре отличить не могут. Но петь хотят невозможно. И вот живёт этим человек вот этим вот мечтанием. Так вот, первое и очень важное – это попытаться человеку всё-таки отбросить свои эти мечты и посмотреть на себя объективно, к чему я способен. Можешь ли ты сложить дважды два, чтобы получилось четыре, или у тебя три с полтиной получается? Можешь ли ты до отре отличить? И так далее. Вот это первый такой практический, необходимый, практический, но связанный с чем? С духом, с духовным состоянием человека шах. Не мечтать нужно, а рассудить и попытаться объективно посмотреть на себя и самому, и если есть такие люди, которые могут тебе прямо сказать, кто ты, кто ты, могут сказать? Пусть деликатно, хорошо, но всё-таки скажут то, что дедушка Крылов написал. Как вы не садитесь, а у музыканта не годитесь! Вот если когда найдётся и такой человек, и тоже сможет сказать человеку, я думаю, что тогда он немножечко под этим холодным душем придёт в себя, и, я думаю, здесь более трезво оценит свои возможности и изберёт надлежащую профессию, направление жизни. Вот таким образом, видите, всё связано с чем всё-таки? С духовным состоянием человека. Вы знаете, даже в аскетике есть такое понятие прелесть, вот как заблуждение. Заблуждение какого рода? Прелесть, то есть лезть в высшей степени самому себе. Это и есть мечтательность. Мы с чем здесь сталкиваемся? Оказываю, вот оно, с той прелестью, которая во мне есть. Попытайся отойти от неё, от этой прелести, посмотри трезво. И тогда Бог даст тебе правильно решить этот вопрос. Продолжение следует...